Тема, которая обсуждается, как мне кажется, с одной стороны важна, с другой стороны выеденного яйца не стоит. Это Гаяк-МВ, как они это называют, голосование, которое связано с Арцахом. Вообще, в последнее время я обратил внимание на то, что вот эта тема Арцаха, она уже настолько использована, что она уже даже и не работает. Даже в какой-то мере, мне кажется, уже начинают у людей вызывать отторжение. Потому что, какие бы у нас не были люди патриотичные, даже уже самые примитивные люди поняли в Армении, да и не только, что тема Арцаха людей интересует политических деятелей, партии или представителей старой армянской власти только тогда, когда им нужно добиться чего-то. Но люди как раз-таки уже сыты по горло этой темой. Давайте, прежде чем я буду говорить про Гаяк-МВ, скажу, что не секрет, что вопрос Арцаха, вопрос вообще Карабахского конфликта использовался и Гарегином, католикосом всех армян, и Ара-Абраамяном, главой Союза Армян России, и Дашнаками, и карабахскими чиновниками. Вот вопрос Карабаха все эти люди использовали только для достижения своих корыстных целей. Если бы все эти люди действительно волновались бы за Карабах, то поверьте мне на слово, мы здесь увидели бы и процветающую экономику, мы здесь увидели бы сельское хозяйство. Но нет, ничего этого нету, потому что в реальности их это все никогда не интересовало. Все эти люди собирали и собирают на имени Карабаха деньги для того, чтобы пополнять свои резервы. Резервы в конечном итоге, когда Карабаху стало плохо и тяжело, каждый сбежал туда, где ему удобно, где ему тепло и где ему сытно. И вот это сегодняшнее голосование в эти дни, которые проходят, когда оппозиция пытается собрать какие-то голоса, по сути эти голоса собирают для того, чтобы люди якобы сказали, что да, мы хотим новой войны, мы хотим бороться и воевать за Арцах. А борьба за Арцах это не сбор голосов, где мы думаем, что таким образом мы можем сказать, что да, народ готов воевать. У нас большая часть народа, больше, я бы даже сказал бы 90%, это люди очень добрые и, к сожалению, часть из них по вине старых армянских властей не образована. И вот проблема заключается в том, что когда добрых людей, которые не очень-то и образованы, начинают заливать лживыми ценностями, отправлять на фронт, а сами другие эти люди, которые пропагандируют эти лживые ценности, сидят под кроватью, здесь на самом деле крайне важно, чтобы каждый понял, что теперь уже настал момент, когда мы сами должны защитить добрых и полунаивных людей, да, от того, чтобы им голову не залили лишней информацией. Прямо скажу, что становится тошно, когда я вижу Гранта Тухатьяна, вот это актер, он считается популярным армянским актером в Армении, ну не знаю, насколько это реалистично сейчас, но во всяком случае, где-то 5 лет тому назад им восхищали, считали его звездой. Ну и слава Богу, что многие люди поняли, что это, этот человек очень далек от того образа, который он строил, этот лживый образ доброго армянского дедушки, который ничего общего не имеет с реальностью. В моем все-таки понимании человек, который взрослый, человек, который именует себя стариком, в моем понимании вообще старики, это люди очень добрые, мудрые, да, когда, как говорится, у них есть опыт жизни, они должны уметь прощать. Грант Тухатьяна это вот тот человек, да, в котором столько гнилья есть, что я помню, как в прошлом году он умудрился прибежать к полицейскому участку, когда кое-какой подонок на меня напал, так вот Грант Тухатьяна в нем столько гнилья, что он умудрился прибежать к полицейскому участку и держать кулаки за то, чтобы мне было плохо. Я тогда, честно говоря, удивился, но с другой стороны для меня это был хороший опыт, понять, насколько уровень оборотня, который притворяется гениальным артистом в образе мудрого, доброго армянского дедушки, насколько этот образ оборотня надут, да, и лицемерен. Понятно, что сам Грант Тухатьян своих сыновей никогда не отправлял и не будет отправлять в Карабах, защищать Карабах, вот. Это голосование этому человеку нужно только для того, чтобы доказать, что он все-таки может отомстить новой власти, которая сейчас пять лет у власти в Армении. Я бы на его месте, в его возрасте, на самом деле, знаете, на его месте я бы берег бы свои нервы и свое здоровье. Но когда человек, у которого сотни ролей, который с голоду не умирает, вот он так себе обидел, значит он действительно сатана. Потому что, ну, добрый человек не занимается такой херней, которой он занимается. Или Шушан Петросян. Шушан Петросян, который освободил своего сына от армии, бегает, участвует в этом голосовании. Очень смешно, очень странно и очень омерзительно это видеть, да. Шушан, который говорит о Арцахе, сама в Арцахе не живет. Шушан, которая освободила своего сына, предлагает дальше убивать обычных парней. Ну, ей просто, на самом деле, плевать, сколько еще парней погибнет из регионов Армении. Она же не едет по селам к Ширакской области или Лорийской области и смотрит, кто плачет, кому грустно, кому хреново. У нее политическое обижничество. Вообще, нужно задать вопрос, как могла певица, кстати говоря, с талантливыми, с хорошими талантами, хорошими вокалами, с неплохими песнями, как могла эта дамочка уйти в политику. Могла, потому что, когда у человека есть звездная болезнь, я себе высокое мнение, ей уже становится тесно в ее творческих штанишках, и она уходит в депутаты. Потом ее спускают с небес на землю, и она остается обижницей. И можно бесконечно долго перечислять количество дешевых, которые пытаются в любой ситуации нагадить власти. Конечно, это голосование никак не угрожает ни армянской власти, ничем, на самом деле, оно не угрожает. Но, вот, стоит сказать о нем, что это очередная попытка нагадить, наплевать, да, на чувства людей. Что касается Карабаха, моя прекрасная подруга Кристина Вартаня написала прекрасную статью, «Кто не будет воевать за Карабах?» Я, давайте, перечислю снова, что она абсолютно правильно сказала, что если завтра снова начнется война, не будет за Карабах воевать ни один сын арцарских чиновников и генералов. Она правильно написала, что у нас есть 50 тысяч армян, которые находятся в России, Украине и Молдове. Это те мужики, которые за последние 25 лет бросили своих детей и жен и живут где попало, с кем попало. Эти мужики не придут воевать за Карабах. И мы все должны это четко понимать. У нас есть примерно 15-20 тысяч человек, которые кинули людей на деньги, взяли под проценты деньги и сбежали в Украину, в Россию, еще не знаю куда. Эти мужики не придут воевать за Карабах, потому что им нет никакого дела до Карабаха. И те люди, которые думают, что кто-то там собирает подпись из-за Карабах, он вообще понимает, что он делает. Да нет, ребят, Карабах последние 35 лет для всех был источником доходов. Криминальные авторитеты армянские Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Москвы, всех российских городов хорошо воровали деньги на имени Карабаха, притворяясь какими-то патриотами. На Карабахе хорошо зарабатывал Союз Армян России в лице Ара Абрамяна, который держит в страхе многих армян не только в России. На Карабахе хорошо зарабатывал и зарабатывает Гарегин Каталикос, его шпана в лице его брата Езраса, племянника, который позволяет себе рэкетом заниматься. Кто будет воевать за Карабах? То есть те люди, которые пытаются подписи собрать. Кто? Опять женщины, у которых один единственный сын. Они должны отправлять своего сына на войну. Баку Саакен своего сына не будет отправлять на войну. Арцавские певцы, которые зарабатывают бабло на армянских свадьбах в Москве и в США, они воевать не будут. Вот обратите внимание, арцавские певцы не хотят жить в Карабахе. То есть они зарабатывают деньги на свадьбах, а на Карабах им плевать абсолютно. Зори Балаян не будет воевать. Зори Балаян живет в роскошной квартире возле оперы. Сын Зори Балаяна, миллиардер, стал директором больницы в Ереване и лопатками гребет деньги. Кстати, за последние 35 лет все бывшие министры внутренних дел Карабаха, все своих сыновей устроили в Генпрокуратуру, в СМБ, в Следственный комитет. То есть сыновья всех арцавских министров практически в СМБ, в Генпрокуратуре или в Следственном комитете. Они точно с оружием в руках не будут защищать Карабах. Это исключено абсолютно. Конечно, не будут защищать Карабах такие люди, как, например, я очень смеюсь, на самом деле, когда вижу Давида Бабаяна на экране, я его называю Давид Бабаев. Давид Бабаев, он же арцавский чиновник, бывший секретарь Бакуса Океана по прозвищу секретарша Бакуса Океана. Давид Бабаян не будет воевать за Карабах, не будут воевать за Карабах сыновья армянских рестораторов в Москве. Вот у нас есть армянские рестораны в Москве, и эти рестораторы, которые требуют возобновления боевых действий, их сыновья и дочери не будут с оружием в руках защищать Карабах. Поэтому они, рестораторы, это знают, и они позволяют себе давать оценки, и, конечно, им наплевать, сколько погибнет детей из простых семей Карабаха и Армении. И они позволяют себе критиковать прошиняна, потому что им же легко, их сыновей нет, и дочерей на фронте, или в Арцаке. И таких людей очень много, я могу перечислять. Давайте не будем забывать, что большая часть благотворительных фондов Армении в Ереване, это тоже уроженцы Карабаха, которые во времена Хочаряна и Сержа захватили фонды благотворительные. Теперь они в России, в Армении, в Карабахе притворяются добрыми феями, которые спасают больных детей от рака. Ну, мы-то с вами знаем, что 95% всех этих женщин и мужчин, особенно уроженцев Карабаха, это люди, которые занимаются воровством, да, и хищениями на имени больных детей, строят из себя добродетели. И, кстати говоря, не случайно, они последние пять лет жестко критикуют новую власть, потому что при Хочаряне и Сержа они поймали эту фишку, что можно открыть благотворительный фонд и воровать деньги. А сейчас это не так уж все легко, поэтому они позволяют себе писать посты против армянской власти. И да, армяне и армянки из Карабаха, которые открыли благотворительные фонды, они никогда не воевали за Карабах, плевать они хотели на Карабах, и воевать за него они не будут. Да, они, кстати, говорят, нам могут сейчас пойти подписаться, поставить подписи. А почему? Потому что потаскушка, которая открыла благотворительный фонд, и у которой, извините меня, пять любовников, она знает, что ее сын не будет воевать в Карабахе, отправит кого-нибудь из Тавужской области, из Арагадзотской, а ей плевать, она будет жрать в центре Еревана в ресторане и строить из себя патриотку, понимаете? Не будет воевать сын военкома Кявара, да, вот у нас есть военком в городе Кявар, миллиардер, у него огромное поместье, пятнадцать камер, непонятно почему военкома защищает пятнадцать камер или двадцать камер. Он своего сына в армию не будет отправлять, не случайно у нас в Гелар Кунигской области сыновья богатых не служат, не знаю почему. Это надо спросить у военкома города Кявар, но я спросить не могу, потому что один раз мы критиковали военкома Кявара, и сразу же на нас напали криминальные всякие персонажи, понятно, что мы никого не боимся. Потом мне даже сказали, что не критикуй военкома Кявара, потому что за его спиной стоял бывший гемпрокурор Армении Артур Довцан. Те люди, которые собирают какие-то подписи в Ереване, они думают, что люди тупые и не понимают. Проблема Карабаха заключается не в Азербайджане, проблема Карабаха заключается не в Турции, а проблема Карабаха заключается в том, что в самом Карабахе среди карабахских чиновников, министров нет ни одного патриота. Проблема Карабаха заключается в том, что у нас более 30 депутатов в национальном собрании Карабаха, это смотрящие, бандиты, преступники, которые сидят и получают огромные зарплаты, и бледят за законами, которые должны работать во имя Бакуса-Океанов, Кочарянов и русских. Поэтому люди, которые собирают подписи, у нас в Ереване каждый должен тоже для себя понимать и в Армении, что проблема Карабаха в самих карабахских властях, в организованной преступности, которая есть в Карабахе, проблема Карабаха является нерешаемой, она нерешаема, потому что в самом Карабахе люди делятся на три категории. 30% хотят войти в состав России, 30% говорят, что они хотят быть независимыми, и 30% карабахцев говорят, что они хотят быть с Арменией. Это означает, что в Карабахе кошмарная обстановка с мнением самих карабахцев, у которых по большому счету никакого мнения нет. Вот если, поймите, если 30% карабахцев хотят быть независимыми, 30% в составе Армении, а 30% в составе России, это означает, что в Карабахе нет никакого гражданского общества, нет понимания, чего хочет народ. Это означает, что карабахцы испокон веков и до сих пор живут, знаете, по какому правилу? Вот куда русло потечет, мы туда и потечем. То есть, вот многие не хотят этого говорить, но правда заключается в том, что у людей, которые живут в Карабахе, ежедневно ощущение, вот будет еда, мы ее покушаем. Вот сегодня дождик пойдет, значит, посидим под дождиком. Значит, завтра будет жара, будем в жаре жить, да? В Карабахе нет никакого гражданского общества, нет демократии, да? После войны, после таких потерь, после таких кошмаров для Карабаха, Араик Арутюня такие законы принял в Карабахе. Вот сейчас прям последний закон, что если ты живешь в Карабахе и ты ищешь какую-либо информацию против Карабаха, на тебя возбуждают уголовное дело. Я уже много раз об этом говорил, хочу еще раз повторить. Я очень много смеюсь, когда карабахский телеграм-канал или карабахское телевидение начинает про соседнюю страну говорить, что там диктатура. Ни в одной стране мира нет закона, который есть в Карабахе, что если ты ищешь информацию, которая вредит Карабаху, не очень понятно вообще, что это за закон, то на тебя возбуждают уголовное дело. Ну вот проблема заключается в том, что когда у власти ноль рейтинга, а у Араика Арутюняна ноль рейтинга, у Вито Баласаняна ноль рейтинга, у Бако Саакяна ноль рейтинга, у этого подонка Рубена Вартаняна ноль рейтинга, вот когда у власти нету рейтинга, она делает так, как делает Араика Арутюнян. Вводит законы, которые обнулили вообще человеческие права, то есть у людей нет никаких прав. И сегодня мы должны задать вопрос не про то, что надо воевать или не надо воевать. Те сухи, которые эти подписи собирают, они сами не будут воевать. Мы должны другой вопрос задать, что 35 лет люди живут в Карабахе, люди живут в Карабахе, и ни один житель Карабаха не задает вопрос, а что насчет качества жизни? Вот мне интересно, люди, которые живут в карабахских селах, вы когда-либо задавали себе вопрос, а должно ли быть у жителей Карабаха качество жизни? Качество жизни это коммуникация, это топливо, это уровень медицины, это стабильность, это гармония, это спокойствие, это возможность отдыхать где вы хотите. Для того, чтобы заболеть раком и умереть, для того, чтобы каждый день нервничать, что у тебя и миротворцы берут взятку, и Алиев тебе угрожает, и твой Карабахский клан, это организованная преступность, это большой вопрос, и на него нужен ясный ответ, то есть нужно получить ясный ответ. Мы говорим о конфликте с Азербайджаном, какие-то проклятия в адрес Турции, нам дашнаки, да, пытаются вбить в голову. Но давайте все это оставим в покое и зададим вопрос, для чего ты живешь на этой планете? Вот ты для чего живешь на этой планете? Как мне кажется, как мне кажется, каждый родитель, который рожает своих детей, который дает им будущее, образование, как мне кажется, каждый родитель должен задать вопрос, какое качество жизни ждет твоего сына, твою дочь, ближайший год, ближайшие пять лет, ближайшие десять лет, что ждет тебя? Хочешь ли ты жить с Араиком Арутюняном, с Самвелом Угановским, в этом вранье? Собираешься ли ты жить дальше, в этом кошмаре? Это очень важный момент. Хочешь ли ты жить в Карабахе, где Араика Арутюнян принимает закон, что если ты будешь искать какую-либо информацию, тебя арестуют. То есть, мало того, что у тебя нету газа, нету стабильного света, мало того, что ты не можешь никуда ехать отдыхать, ты не можешь купить те продукты, которые ты хочешь, ты не знаешь вообще, что будет завтра. Кроме всего этого, лица армянской национальности, которые представляются карабахской властью, настолько тебя ненавидят, что принимают законы, что ты не можешь в интернете даже искать информацию. Что это? Что это? Если это не является самоуничтожением. И я говорил два года тому назад, я хочу еще раз повторить то, что я говорил, потому что то, что я говорил, каждый день происходит. Я говорил про то, что Россия дала задание Рубену Вартаняну и Араику Арутюняну оставить в Карабахе 35 тысяч арцахцев. Я особо хочу заметить, что за 30 месяцев после войны население Карабаха продолжало ударными темпами уменьшаться. Это точная информация. То есть каждый месяц, особенно в том числе во время блокады, население арцаха уменьшалось и уменьшается стремительно. Это точная информация. И да, то, что я говорил, и то, что запланировала Россия, это происходит, и происходило последние 30 месяцев, стремительное уменьшение местного населения Карабаха. То есть тот план, который дан Рубену Вартаняну и Араику Арутюняну, он выполняется. И Араик, он не случайно такие законы выпускает. Он не случайно натравливает СМБ на местных людей. Не случайно Араик и Рубен, да, создали невыносимые условия для людей. Чтобы люди устали, чтобы люди разочаровались, чтобы при первой же возможности они покинули Карабах. И единственная возможность, единственный выход который пока еще есть, чтобы еще кто-то там остался, это то, что Армения свои деньги отдает Карабаху. Огромные деньги. Огромные. Мы с вами очень хорошо понимаем, что все чиновники эти деньги воруют, и мы с вами понимаем, что эти деньги до людей не доходят. Да, это то, что мы знаем, и нам не нужно повторять снова. Ая КВ и любое другое голосование, это дешевый понт. Это новая попытка оппозиции заявить о себе, которая ни к чему не приведет. Вот. А реальность, которая есть, она, я всегда говорю, что реальность не может быть ужасной, реальность не может быть страшной. Реальность, даже если она нам не нравится, и даже если она не та, о которой мы мечтали, реальность, это реальность. Это то, что есть. Вот многие говорят, знаете, сейчас мне докладывают такую информацию, говорят Арайк Арутюням, президент Арцаха, вот этим старикам наивным, да, когда встречался с ними в деревне, знаете, что сказал Арайк им? И карабахские старики, они же что? Они же наивные. Они хотят слушать Арайка, который говорит Они не хотят слушать людей, которые говорят правду, они не хотят верить в страшную реальность, да. И в самом Карабахе сегодня они не хотят верить. Как может президент Арцаха, который видел, как 44 дня солдат уничтожают беспилотники, такой чушности. Для меня непонятно это. А Арайку Арутюняну что? Он сам воевать не будет, его сыновья воевать не будут, у него богатство в Москве, в Ереване, он думает только о себе. А Арайку что? Великий махинатор армянского народа, я его так называю. Другой махинатор, Рубен Вартанян. Четыре парня погибло, двое из них мужики, у которых четверо детей из села Гище, это Мартунинский район. Ни в один дом он не зашел, даже пять тысяч долларов подарить. Но карабахцы почему-то верят Рубену Вартаняну, понимаете? А чему ты веришь? Тот, кто меня смотрит, чему ты веришь? Рубен Вартанян пришел к вам, он что остановил перестрелки? Вот вы говорили, что он крупный авторитет из России. А что он сделал? Блокаду предотвратил, Рубен Вартанян предотвратил обстрелы, брезгливое отношение российской власти к вам. Вы слышали, что сказала Мария Захарова? А кто такой Араик Ару Цюнян? Она не знает, кто такой Араик. Она не знает, кто такой Араик Ару Цюнян, понимаете? Поэтому Аяк Хабэ это жалкое посмешище, это не акция, а просто очередной позор. И когда я вижу там Шушан Петросян, мне уже становится действительно дико смешно. Наши артисты вообще, это отдельная тема, надо будет отдельный эфир делать про артистов. Но я еще раз повторюсь, что артисты это те люди, которые при Кучаряне и Серже хорошо зарабатывали. Сейчас они тоже неплохо зарабатывают, не платили налоги, им всегда было плевать на страну, на родину. Что вы думаете, что Араме пойдет с автоматом в руках защищать Армению и Арцах? Нет. 44 дня была война, Араме что, пошел воевал с автоматом в руках? Нет, не пойдет. И не будет воевать Араме. В военной форме спеть песенку, а потом на свадьбах отрабатывать деньги, он может, но воевать он не будет.